Приоритет России на ближайшие 10 лет — наука и технологии. Мы не отстаем от трендов, поэтому сегодня о будущем и инновационных разработках расскажу вам я, Екатерина Ваткова. И они сказали, что в целом будут готовы принять меня после собеседования. Начнем с ближайшего будущего. На журфаке прошел день карьеры. Расскажем, как найти стажировку на лето и каких сотрудников ждут ведущие медиа страны. Человек передвигается, собирает клубнику, складывает в робота. Российская неделя высоких технологий. Съездили в экспоцентр, прокатились на роботах и протестировали новейшие разработки на прочность. С ними будет аварий меньше, безусловно, потому что у них классные алгоритмы. Поговорим и об урбанистике. Как изменится транспорт в столице и где комфортнее жить — за границей или в Москве. В ближайшие 15 минут все. От вакансий для студентов до водных трамваев. Вы смотрите новый тематический выпуск «Маховой 9». Поехали! Студенты журфака традиционно начинают стажироваться или искать подработку уже на втором или третьем курсах. Но сегодня число вакансий резко сокращается. Например, для СММщиков их стало на 26% меньше. Часть соцсетей заблокирована, а к новым платформам рынок пока только адаптируется. Берут ли студентов на работу? Куда сейчас можно устроиться? И чего ждут ведущие медиа страны от молодых специалистов? Разбиралась Екатерина Полевик. Катя Улеско — студентка первого курса журфака. Уже ищет работу в СМИ. Отправляла резюме в Яндекс, но не повезло. Слишком мало опыта. До дня карьеры решила попытать удачу еще раз. На ярмарке вакансий я поговорила со ВКонтакте. И они сказали, они посмотрели на мое резюме, я почему-то сразу их показала, готовила. И они сказали, что в целом будут готовы принять меня после собеседования, то есть пропустив момент тестового задания. Повторить успех Кати не так сложно. Нужно подготовить резюме, не бояться писать работодателям, но главное — желание развиваться. Особенно внимание сегодня обращают на софт-скиллы. Тайм-менеджмент, коммуникабельность, умение работать в команде. Но и про профессиональные навыки не забывают. Если мы будем говорить о конкретных более вещах и в буквальном смысле проектах, инвестиция, скажем, или крипта, соответственно, вы понимаете, что здесь даже без должного словаря, и если вы не погружены в повестку, разобраться будет сложно, и, в общем-то, маловероятно, что эффективная будет такая стажировка. Успех на первой работе зависит и от интереса к выбранной компании. Попробовать свои силы и понять, удобен ли формат, поможет практика. Третий этаж журфака на дне карьеры вместо HeadHunter. На балюстраде студентов ждут работодатели из Интерфакса, ВКонтакте и СТС. Можно даже узнать, какие вакансии есть у пятницы. Скажите, пожалуйста, как можно попасть к вам на стажировку или устроиться на работу? Мы принимаем студентов на различные направления, поэтому будем очень рады, если вы отправите нам на почту свое резюме, сопроводительное письмо, сразу объяснив, в какой отрасли вы хотели бы работать на развлекательном телевидении. И, собственно, это и будет ваш шанс попасть к нам на стажировку и даже, возможно, трудоустроиться. Кроме пятницы студентов ждут Муз-ТВ, Ю и Дисней. Все это холдинг Медиа-1. Ищут корреспондентов, пиар и СММщиков. От молодых специалистов требуют гибкость и умение адаптироваться к сложным ситуациям. Команда Медиа-1 отличается, наверное, от других команд, которые я видела на рынке Москвы и России, тем, что они молодые, энергичные, у нас совершенно нет бюрократии, мы абсолютно открыты, дверь генерального директора всегда открыта для того, чтобы зашел молодой специалист, озвучил свою идею и ее реализовал. Кроме ярмарки вакансий, на дне карьеры образовательная программа. Например, рассказывают, что должен уметь радиоведущий. Набор компетенций стандартный. Уверенность в себе, харизма и, конечно, дикция. Вот первое, что вы для себя должны понять, работая с голосом, что вы должны быть все время расслаблены. Вы должны быть свободны, а для этого должны быть уверены в себе. Студентов журфака ждут представители более 15 компаний, но состав участников менялся несколько раз. Например, из списка пропало американское рекламное агентство BBDO Group и некоторые российские представители Сбер и даже РИА Новости. В нашем лонгриде, который был изначально наверху, перед логотипами наших партнеров, мы специально написали, что к участию приглашены. Конечно, мы приглашаем всех участников, всех наших партнеров, с которыми у нас есть сотрудничество, договор подписан или просто многолетняя дружба. Но по ряду объективных, субъективных причин некоторые компании, конечно же, не могут прийти. Журнал «Эль» предлагает стажировку. Интерфакс берет старшекурсников на работу, а СТС ищет редакторов и видеоинженеров. Все сходятся на одном. Нужно быть инициативным и настойчивым, отправлять резюме на почту и обязательно сопроводительное письмо. Тогда найти работу сможет и первокурсник. Екатерина Полевик, Елизавета Александрова, Илья Худобин, Александр Оганов, Ростислав Жемчужнов, Маховая 9. Пока одни ищут работу, другие не забывают и о развитии МГУ. 26 апреля на геофаке прошла экологическая игра-конференция «Устойчивый вуз». Студенты на несколько часов стали представителями госструктур, бизнеса и университетских организаций. Сам термин «устойчивое развитие» предполагает введение экологических инициатив. Участники игры предлагали разделять мусор на всех факультетах и даже разработать курс семинаров по экологическому просвещению. Мы хотим собрать эту обратную связь, что думают наши студенты. И я думаю, что те моменты или какие-то экологические инициативы, которые сейчас ребята нам расскажут на игре, мы постараемся в любом случае обратить на них внимание и постараемся воплотить их в жизнь. Участники изучали организацию, которую представляют, и высказывались от ее имени. Кроме переработки мусора на повестке «Экономия электричества». В итоге написали резолюцию развития университета. На достигнутом останавливаться не собираются. Планируют проводить подобные игры и в следующем семестре. В Российской государственной библиотеке для молодежи открылся первый в стране музей электронной книги. Идея появилась давно, но вот на сбор экспонатов ушло примерно 15 лет. Часть даже привезли из зарубежных командировок. Так у музея появились китайская, корейская бумага и перья из Италии. Цель основателей – показать, как эволюционирует книга. Нам хотелось показать, как эволюционирует книга, как носитель информации, начиная до печатной эпохи, раннеписьменной эпохи, проходя через эпоху рукописной книги, печатной книги, вот до современности электронная книга и дальше книга, уходящая в виртуальную, дополненную реальность. В новом музее можно посмотреть на первую модель айфона и старую печатную машинку. В центре экспозиции артист на экране в образе средневекового писца. Рассказывает посетителям о том, как раньше создавались книги, древние библиотеки и, например, что такое скриптории. Крутят и фильмы с предсказаниями о будущем. Почти в точности было предсказано, что мы будем все ходить с такими вот аппаратиками, смотреть, и что очень опасно переходить дорогу, потому что все новости будут люди узнавать из вот этих своих маленьких планшетиков. Организаторы уверены, музей с помощью анимации виртуальной реальности показывает трансформацию текста, историю научной и технологической мысли. Новейшие разработки не только в музеях. Российская неделя высоких технологий в Москве объединила сразу несколько выставок и форумов в сфере IT и телекоммуникаций. На несколько дней экспоцентр стал огромной площадкой для бизнес-нетворкинга и получения новых знаний. Спикеры поделились опытом продвижения стартапов и рассказали о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Покаталась на роботе, залезла на инновационный подъемный кран и прокачала свои негуманитарные знания наш корреспондент Карина Сергачева. В одном зале спутниковые установки, роботы и 5G-вышки. На выставке связь ищут новых партнеров и представляют инновационные разработки. Пока у меня идет лекция в Тимсе, разберемся с высокими технологиями. Протей – это система корпоративной связи, как Zoom и Тимс, только защищенная. И защиту конференции обеспечивает специальный сервер. С виду это обычный серый ящик, но именно этот ящик и шифрует сигнал, чтобы его никто не смог прослушать. Говорят, протей можно установить как военным, так и гражданским. Но если мы захотим, чтобы наши летучки были защищены, я думаю, такую штуку будет установить сложновато. Здесь у нас обеспечено шифрование в соответствии с ГОСТами. То есть у нас есть поставки в Минобороны, например, там где еще требования более повышены, чтобы нельзя было перехватить наши переговоры, что, например, отличает нас от зарубежных производителей типа Zoom. Высокие технологии – это не только про виртуальную защиту, но и про защиту от внешних факторов и повреждений. Например, этот планшет может выдержать все. У него прорезиненные края и также крепкий корпус. Поэтому его можно спокойно бросить. И он останется целым и будет даже работать. Работать планшет будет и в воде, потому что все его важные элементы защищены специальной смолой. Как мы видим, экран показывает, но вкладки закрыть не получается, потому что сенсор в воде не работает. Он должен работать все время. То есть включили один раз, он загрузился и работает. Даже если он завис, он сам перезагрузится. Производители, которые хотят, чтобы их цех, например, там какой-то где-то металлургический, например, работал без остановок, они должны, конечно, закупиться именно такими. Либо мясоперерабатывающие цехи, они грязные, в мясе руки нажимают. Кроме планшетов, спутников, тарелок и 5G-связей, разработчики не забывают и про сельское хозяйство. Например, скоро урожай будут собирать вот такие вот агроботы. Маршрут они находят с помощью лазера, управляют ими жестами или пультом. А отследить машину можно с помощью компьютера или планшета. Человек поехал утром на сбор урожая. За метр от него следует робот. Они тогда ходят до участка сбора. Это, например, там, не знаю, клубничное поле. Человек передвигается, собирает клубнику, складывает в робота, останавливается, потом снова передвигается, собирает складывается. Когда робот наполняется, человек на телефоне указывает следующую точку возврата, это ангар, например. Робот, наполненный клубникой, возвращается в ангар, где его разгружают. Человек в это время может отдохнуть на поле. Ну, или заняться какими-то другими вопросами. Кстати, агробот вмещают до 300 кг урожая, поэтому меня он увезет с легкостью. Работа в сельском хозяйстве – это не предел. Развивают и технику для улучшения городской среды. Вот, например, на такой минивэн установили автогидроподъемник. Чтобы подняться наверх, нужно надеть специальную одежду. Важно еще раз ставить конусы для обозначения рабочей зоны. Подъемником может управлять всего один человек. Для этого нужно пройти специальные курсы. Такая машина может менять рекламные баннеры, лампочки и электропроводку. Теперь важно, чтобы такие подъемники появились на улицах Москвы, роботы собирали урожай, а студенты сидели на парах в защищенных конференциях. Карина Сергачева, Олеся Дементьева, Николай Васильев, Маховая 9. Помимо эти сферы, в Москве развивают и транспорт. В этом году в столице продолжат обновлять составы поездов метро, автобусы, трамваи. Появятся и совсем неочевидные решения. Подробнее об этом расскажет Чингис Алисултанов. Чингис, когда мы уже начнем добираться до факультета на летающих машинах? Об этом говорить еще рано, но первые в мире электрические речные трамваи запустят в Москве уже этим летом. Еще в феврале этого года ООН признала Москву лучшим мегаполисом в мире по двум показателям. Качество жизни и уровень развития инфраструктуры. Такой успех не случайен. Город постоянно развивается. Например, этим летом по Москве реке запустят электрические водные трамваи. В салонах появятся Wi-Fi зоны, USB зарядки, а также парковка для самокатов и велосипедов. Однако, если по уровню жизни и развитию инфраструктуры Москва лидирует, то в категории экологическая устойчивость город занимает лишь 17 место. Как обновляют столицу и где лучше жить, за границей или в Москве, расскажет наш корреспондент Олеся Дементьева. Удобные места для работы, панорамные окна, оплата картой тройка. В Москве к лету запустят первый водный общественный транспорт. От филей до Киевского вокзала на таких судах можно добраться в полтора раза быстрее, чем на автобусе. Электрические трамваи будут перевозить пассажиров весь год, смогут проходить даже по тонкому льду. Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования, утверждает, таких судов пока нет даже в Европе. Я там был в Амстердаме, там с южной на северную часть залива огромное количество трамвайщиков и автобусов, и паромов передвигаются. Но все они являются судами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. То есть даже в Европе такого довольно мало. За рубежом другие разработки. Например, в Китае пассажиры пользуются беспилотным такси. В России такой транспорт пока тестирует Яндекс и Сбера Автотех. Заказать машину без шофера могут только сотрудники этих компаний. Эксперты уверены, автономные поездки будут намного безопаснее. С ними будет аварий меньше, безусловно, потому что у них классные алгоритмы. И нету пресловутого человеческого фактора, который является причиной большинства аварий. Но и скорость движения, и длительность поездок увеличится. Это будет, ну, как-то такая плата за безопасность и автономность. Водители к беспилотникам на дорогах постепенно привыкают. Сначала сигналили, теперь убеждаются в их безопасности. Автономным будет и общественный транспорт. В конце этого года в Москве начнут тестировать беспилотные трамваи. Возможно, однажды на дорогах останутся только умные машины. Но произойдет это минимум лет через 10. Беспилотное такси – это все еще будущее. Пока можно разве что арендовать велосипед. Станции проката есть почти в каждом районе. Чтобы забронировать его, нужно активировать дисплей и приложить карту «тройка». В этом году появился новый тариф – прогулка. Можно брать личный транспорт на три часа за меньшую цену. Готово. Кстати, на раме есть оранжевая наклейка. Это значит, что такой велосипед является городским транспортом. В Москве развивают не только транспорт. Давно запустили программу «Реновация». Старые дома сносят, а жителям – новые квартиры. В других же странах мира нет такой массовой застройки. За границей не благоустраивают даже парки. Сохраняют их в естественном виде. Марида Бенедиктова – студентка третьего курса журфака с начала семестра на стажировке в Брюсселе. Говорит, в Бельгии, как и в других странах Европы, внимательнее относятся к окружающей среде. Здесь очень тщательно следят за раздельным сбором мусора в Брюсселе и вообще во всех городах Европы на самом деле. В специальные дни приезжает специальная машина, чтобы забирать определенные мусора. И этот мусор перерабатывается не то, что в Москве. Разделение мусора в Москве – все еще проблема. Проектировщики скорее фокусируются на комфорте, строят новые места для отдыха. Например, на крышах пяти небоскребов Кутузовского проспекта откроют лаунж-зоны с зарядками и вай-фаем. Модернизируют и парки. Правда, они все еще уступают зарубежным. То, что касается озеленения, дано на откуп хозяйственникам. То есть людям, которые лавочки подкрашивают и бордюры подкрашивают. И вообще все решают с помощью краски. А тут у них появляется сложный объект управления, не знаю, луговое разнотравье. Они не понимают, что с ним делать. Потому что вроде как не надо косить, а что с ним делать, если не косить? Ну, подкрашивать, наверное. Но вроде подкрашивать тоже не надо. Все. Система хозяйствования впала в ступор. Несмотря на критику и трудности, Москву продолжают развивать. На наземном транспорте протестируют фейспей, а в 2023 году в городе появится серфинг-парк. Пытаются решать даже экологические проблемы. Не зря ведь речные трамваи в столице делают электрическими. Олеся Дементьева, Петр Пальнов, Виктория Гришко, Александр Аганова. Маховая 9. Это, конечно, не летающие машины, но добираться до журфака на водных трамваях или хотя бы на беспилотных такси было бы прекрасно. Да, готовиться к семинарам с видом на Москву-реку было бы неплохо. О новостях урбанистики рассказал Чингис Алисултанов. 29 апреля на журфаке прошел ежегодный субботник. Обошлись без высоких технологий. Весь необходимый инвентарь преподавателям и студентам предоставили сотрудники факультета. Убрались в аудиториях и стерли последние следы ковида – разметку социальной дистанции. Я считаю, это, наверное, какой-то своей обязанностью помогать факультетам, потому что я здесь обучаюсь, я чувствую себя здесь, ну, действительно, в доме на Маховой, и поэтому благоустроить это место – это обязанность каждого из нас. Во дворе факультета продолжили расширять аллею рядом с памятником, посадили несколько кустарников. В заботу об окружающей среде входит и охрана животных. Подробнее об этом расскажет Алена Самойлова. На самом деле в мире существуют разные практики защиты бездомных зверей. Например, Германия стала первым в мире государством, где защиту прав животных прописали в Конституции. В стране есть даже профессия – защитник животных. В Италии за отказ от домашних питомцев грозит уголовная ответственность – год лишения свободы или штраф в 10 тысяч евро. Считается, что нет брошенных четвероногих только в Нидерландах. А вот в России, в Зеленоградске на улицах огромное количество кошек, но о них заботятся местные жители. В автоматах с едой, которая обычно предназначена для людей, продают корм. Как животные помогают на журфаке и в Москве, узнала наш корреспондент Анастасия Муругова. Подростка хаски волонтеры нашли хромающим вдоль дороги. Скорее всего, оставили хозяева. Сейчас животные – полноправные обитатели лесного приюта. С этим фондом сотрудничает студсовет журфака, проводит акцию «Ла по помощи». Принести можно еду или одежду в 104-ю аудиторию до 5 мая включительно. Собирают, в частности, диетические и лечебные корма. Это просто приоритет, поскольку в этом прям надобность у приюта. Они рады, вот они ждут нас в выходные и сказали, что обязательно нам все покажется, мы сможем погулять с собачками. Если у кого-то есть возможность добраться с нами на машине, то мы можем захватить с собой. Они одобрили 8 человек, пока что мы едем четвером. Руководители приюта признают – больше всего не хватает места. Благотворительный фонд – частный. Существует в основном за счет спонсоров и пожертвований. Однако и этих средств часто не хватает. На содержание 300 животных уходит немало. У нас, конечно, перенаселенность. И вот то, что оплачивается государством, оплачивается только, я даже могу сказать эту сумму, это 4,5 тысячи. Это хватает только накормить этих собак, вывоз мусора и сотруднику, который убирается. И то это все прям на таких минималках. Помогает животным не только журфак. Профсоюз МГУ запустил проект «Теплые люди». Правда, сотрудничает уже с другим приютом – «Некрасовка». Соавтор идеи и волонтер Ульяна Растеляева, студентка первого курса биофака, проводит там каждое воскресенье. Говорит, поехать может каждый. Задача простая – выгуливать собак. Основная наша фишка в том, что мы заказываем трансфер от ДАСа, от общежития до стен самого приюта. Соответственно, любые студенты, которые записываются к нам на выезд, могут спокойно, не своим ходом, а быстренько на комфортном автобусе доехать от общежития туда и, соответственно, обратно. Выезды в этом семестре уже закончились, рассказывает Ульяна. Но она все еще координирует волонтеров в «Некрасовке». Готова взять с собой несколько человек. Есть вариант и попроще – проект «Накорми». По Москве и области установлено более 55 коробов «Накорми» для сбора корма. В Москве есть несколько точек, где можно оставить корм. Я выбрала ту, что ближе к журфаку. Всего 20 минут на метро. Бокс расположен прямо у входа. Ни у кого ничего спрашивать не нужно, просто достаете то, что принесли с собой, еду или одежду. Я, например, принесла корм для кота. Бокс уже почти заполнен, но корме еще нужно уже забрать. Проекту «Накорми» уже два года. Волонтеры работают не с приютами, а самостоятельно помогают бездомным городским животным и их опекунам. За это время собрали более 70 тонн кормов. Но этого все равно мало. Организаторы проекта хотят, чтобы короба «Накорми» стояли в каждом магазине. А волонтерское движение распространилось по всей стране. И тогда, возможно, больше ни один брошенный пес или кот не будет в одиночестве бродить вдоль дороги. Анастасия Муругова, Александр Аганова, Николай Васильев, Елена Панкратова, «Маховая-9». Помочь животным не так сложно. Для этого, оказывается, не нужно даже ехать в приют. Можно просто отнести корм в ближайшую точку сбора. О том, как животным помогают на журфаке, рассказала Алена Самойлова. Сегодня особенно важно думать о будущем, своем, планете и даже животных. А чтобы вовремя узнавать о студенческих и мировых трендах, смотрите выпуски «Маховой-9» каждую субботу. С вами была Екатерина Ваткова. Пока! Субтитры подогнал «Симон»